В секторе литературы по дизайну научной библиотеки Тюменского государственного института культуры открылась новая выставка, посвященная тому, что Тбилиси объявлен книжной столицей мира 2021 года. Выставка называется «От Тбилиси. Живописи перасмани и театре марионеток Резон Габриации». Выставка представляет собой два определенных направления. То есть, с одной стороны, это ретро-книги, книги 60-х-80-х годов, изданные на русском языке в Грузии, в Грузинской ССР. И в то же время это открытки, как небольшая экспозиция выставки, экспозиция работ Нико Перасмани. Итак, Тбилиси – город между гор. Тбилий теплый, яркий, красочный, нарядная толпа, музыка, потрясающее искусство, ремесла. И, конечно, каждый уголок Тбилиси, этого прекрасного города, который завоеватели разрушали сотни тысяч раз, украшен отдельными скульптурными памятниками, в частности, Мираба Гердзинашвили, его знаменитый образ Давида Гурмешвили, Георгаса Акадзе, а также статуя музы возле Тбилисской филармонии. Конечно, говорить о Грузии нельзя не вспомнить о народном юморе. Как раз вот книжка представлена 1964 года в серии «Сокробища грузинского народного творчества». Анекдоты, шутки, которые так или иначе потом войдут или вошли в знаменитый роман Средневековья, одиннадцатый век, это «Балавариане». Вот наверху у нас экспонируются памятники средневековой грузинской литературе. Сказание о балаваре – это мудрость, одновременно юмор народный, и, конечно же, всевозможные притчи, сказки и так далее. Вот это вот «Балавариане» оказал влияние на огромное влияние на всю грузинскую литературу, и в том числе на шедевр Шатару Ставели «Витязь тигровой шкури». Антикварная книга 1941 года. И удивительно, что это произведение книжного искусства украшает иллюстрации знаменитого художника. Если мы посмотрим, это Ираклия Таидзе. Вот здесь вот несколько открыток из этого фонда. Итак, Ираклия Таидзе. Тбилиси, путеводитель по Тбилиси, по городу, в Тбилиси через века и годы, и рассказывает нам об этом городе, но одновременно мы должны вспомнить, что под старым улицем Тбилиси, в бедных окраинах, ходил художник-самоучка, гениальный, нищий, бездомный, Нико Перасмани или Перасманишвили. Его назвали Духанный живописец, потому что он писал свои картины на черной клеенке, на калинкоре, несколькими красками, и писал по заказу нищих лавочников для украшения питейных заведений Духанов. А что же он изображал? Вот ту жизнь, которую видел. Люди, животные, праздники и так далее. Но интересно, что за каждой бытовой какой-то историей возникает идеальный мир представлений. Его люди значительны и прекрасны, они духовны, они животные, мудры и грациозны. Его женщины прекрасны и пышны, они обычны, красивы. Итак, вот эта вот выставка из знаменитой основные работы Нико Перасманишвили. Надо сказать, что на данной выставке представлены две картины. Это в серии «Жизнь в искусстве» Перасмани, которая так и называется. Перасмани, эраст Кузнецов написал о трагической жизни в основном. Но великолепная книга, изданная в свое время в Грузии, называется «Перасмани» или «Прогулка оленя. Повесть о грузинской живописи». Кратко излагаются основные сведения о жизни художника и поэтично, подробно анализируются отдельные фрагменты картины. Надписи, цвет, изображение читаешь, вот как удивительную поэму в прозе о творчестве Перасманишвили. Ну и, конечно, следующая легенда грузинского народа и Грузии – это Резо Габриаце. В старой части Тбилиси есть маленький театр марионеток на 80 зрителей. Извините, зрителей. Создатель театра – это всемирно известный кино и театральный режиссер, сценарист, художник. По его сценарию фильмы снимали Кинзадзани, Гарю, Мимино. А на фигурном фронтоне театра золотыми буквами написан девиз Габриадзе. Экстра цепом нигил когетонос лакримария, что значит, пусть слезы у нас будут только отрезки лука. Резо Габриадзе – это национальное достояние Грузии. Это ангел Тбилиси. Причем его сын снял полнометражный анимационный фильм «Знаешь, мама, где я был?» Удивительная история детства Резо Габриадзе, в котором реальные факты перемешиваются с фантазиями и с нами десятилетнего мальчишки. Мы рекомендуем познакомиться с нашими книгами, полистать, рассмотреть, увидеть прекрасную Грузию не только глазами современного читателя, но и глазами великого гениального художника Перасмания.